друзья всем привет в этом видео я хотел бы рассказать о нашем ассортименте товаров в этом году стоит отметить что год получился не сильно урожайным так как в прошлом году было две выраженных волны пантерных мухомор а в этом году и волн меньше и грибов засуха которая была во многих регионах россии было и в нашем регионе до природа требует нашей с вами заботы поэтому изучайте пермакультуру рассказывайте об этом тренд на экологию сейчас актуален и природа будет нам благосклонна в будущем и так в наличии имеются как пантерные так и красные мухоморы можете заказывать в любом виде раскрытые большие шляпки в вакуумных пакетах самый лучший вариант в плане количества вы получите продукт в исходном виде и будете убеждены и спокойны что это именно тот гриб мало ли что могут подсунуть разные бывают торговцы мухоморами мошенников на этом поприще еще никто не отменял вы можете перемолоть в порошок содержимое пакета и делать отвар грибного чая впрочем было наглядное видео на канале об этом допустимо также запить измельченный порошок водой или принимать капсулы что очень удобно мы используем только веганские капсулы они целлюлозные и не так воняют как желатиновые если возникнут трудности в измельчении можете заказать в порошке я измельчу на профессиональном оборудовании с целью получить мелкую дисперсию гриба для этого его нужно дополнительно просушить и использовать высокомощный блендер с измельчительной чашей в моем случае вы получите порошок в вакуумной упаковке который готов к употреблению я запиваю водой делаю отвар или создаю капсулы на основе такого порошка красные мухоморы по-прежнему собираем и выдерживаем два месяца так как на себе опробовали что остатки и ботеновой кислоты после сушки вызывают неприятные ощущения тошноты при употреблении отвара течение трех часов ощущается эффект тошноты что портит ощущение от применения гриба двухмесячное выдерживание гриба после сушки и последующая просушка и вакуумирование убирают эти негативные эффект важным фактором является еще задача убрать воздух при создании вакуумных пакетов мы считаем что это дольше увеличивает активность гриба к тому же напомню что при выдерживании иботеновая кислота преобразуется в мусцимол и мы получаем более активный гриб который долго хранится в герметичной вакуумной упаковке сюда же и следует отметить экологически чистые места об этом я пытался донести в прошлом видео наша дача находится сосновых барах и мы еще едем в тайгу в общей сложности это 100 километров от трасс где доступны лишь небольшие лесные дороги по которым мы можем проехать только исключительно из-за песчаной почвы это большой позитивный момент такого вида почв лужи быстро уходит а вокруг сети озер новые бары небольшими вкраплениями лиственных лесов где мы собираем красный мухомор так как он не растет сосновом лесу пантерный мухомор любит открытый песок и никогда не растет во мху а выходит на границу мхом и песком это могут быть как мелкие дороги пожарные рвы или делянки грибница любит солнце и освещенные участки пантерный растет непосредственно из песка который залипает на слизистую оболочку шляпки и склеивать обмываем очень аккуратно верхний слой над тазиком воды иногда соскабливаем ножом поверхность шляпки что весьма трудоемко при этом убрать песок полностью просто невозможно гриб очень нежный и мочить его нельзя поэтому слушаем после сушки еще до очищаем и это максимум что можно сделать тут важно понимать что песок из экологически чистых мест как пишет яндекс если ребенок играясь песочница проглотил песок в этом нет ничего страшного для капсул мы отбираем самые лучшие чистые шляпки как отмечали наши клиенты пантерный мухомор из наших экологически чистых мест дает позитивный драйв и работает как отличный энергетик при использовании в микродозах микродозы пантерного мухомора начинаются от 0 ти грамм это одна капсула или четвертая часть чайной ложки без горки в таком случае получаем минимальный плавный эффект и можем увеличивать искать оптимальное состояние чтобы не портить свое здоровье и не превышать дозировки да я всем рекомендую начинать с минимума и подбирать индивидуально оптимальная схема на мой взгляд есть пантерный который растет в лиственных лесах он очень чистый но имеет немного другое воздействие это было проверено на практике мы заказывали пробную партию пантерных мухоморов у наших хороших знакомых и действие грибы немножко отличалась от нашего произрастающего в тверской области мы можем отправить на сравнение пантерные из лиственного леса и соснового капсулы пантерного я могу делать как из своих с минимальным количеством песка так из абсолютно чистых лиственных грибов так подведем итоги пантерные тверская область пантерные алтайский край из лиственного леса есть отборные нераскрытые шляпки для особых эстетов кому это нужно они чуть дороже но выглядит очень красиво так как про песок уже было сказано я кладу каждому специальную нейлоновую сетку можете делать отвар можете заказывать чайный фильтр пакетах пантерного и красного мухомора фасовки разные вакуумные пакеты по 50-25 грамм также есть капсулы красных мухоморов красные произрастают в лиственных лесах где основные деревья это березы и молодые ели обязательно должен быть солнечный просвет грибы собранные с обилием солнечного света эффективнее по содержанию микроэлементов и активных веществ чтобы правильно делать капсулы нам приходится предварительно высушивать материал чтобы измельчить на профессиональном измельчителе при таком способе измельчения получается укомплектовать капсулы размера 0 мелкой дисперсии до 0 5 грамм друзья сейчас многие ресурсы включая группу вконтакте и сайт заблокированы мы создаем новый сайт а пока что пишите нам в мессенджер номер вы видите на экране спрашивайте наличие я вышли полный прайс друзья мы собираем отзывы наших покупателей они всегда положительные мы надеемся что люди будут использовать дары природы не превышая дозировки допустимой для лечебного воздействия как например делают животные в лесу на момент выпуска этого видео мухомор не является запрещенным товаром для распространения на территории рф и автор этого видео делится лишь своим опытом по его применению спасибо за просмотр видео надеюсь оно было для вас полезным последнее время мы стали отправлять другие страны пишите нам если вас это интересует вы смотрели канал правильный мухомор будет еще много интересных видео и не забывайте ставить колокольчик тогда к вам придет уведомление о выпуске новых видео а мы продолжаем дальше изучать фунготерапию и в следующих роликах расскажем про ежовик грибенчатый его комбинацию с мухомором небольшой спойлер уникальность этого гриба в формировании связей между нейронами головного мозга однако этот гриб нужно применять регулярно в течение нескольких месяцев не более 5 грамм в день так как он имеет накопительный эффект в организме на этом все всем добра и здравомыслия на связи